Отца Игоря смело можно назвать хранителем одного из крупнейших в области собраний церковных реликвий и артефактов. Их вместилище – Христорождественская церковь. Ее в Болхове еще при советах охраняли как памятник архитектуры. Отец Игорь сейчас служит здесь настоятелем. Экскурс в историю России и Руси начинается прямо на входе. Двери в храме сделаны вместе с притвором и с пристройками в 19 веке. Этот храм строили, достраивали и перестраивали почти тысячу лет. Почти тысячу лет здесь молились, женились и уходили в мир иной. И простые смертные, и именитые князья. По преданию, эта церковь – родовая усыпальня князей Милославских. Хотя начался храм задолго до истории их именитого рода. Алтарную часть, она была деревянной, возвели еще в 13 веке. В 1206 году. И даже по архитектуре этого храма видно, что храм довольно древний. Как и все древнее, храм ветшает. Бесценные фрески времен 18 века обрушаются и исчезают. Ну, шелушится, посмотрите, шелушится стена. Но за счет того, что не хватает крыши, железа на крыше не хватает, поступает влага. И поэтому на старинные фрески проступает соль и начинается шелушение. Посмотрите, как вот уже отславивается вот кусок, да? Видите, вот. Худая крыша – наследие еще советской опеки этого памятника архитектуры. Как и система отопления, ее модернизировали еще после войны. Бога в стране тогда не было. Вот здесь сейчас радиатор убрали под окно, а до этого радиатор находился вот здесь. Вот фреска 18 века изображает святителя. Восстановить фрески, некоторые из них наполовину утеряны – заветная мечта отца Игоря. Но сначала нужно сделать крышу и провести в храм тепло. Уже составлялась смета на крышу около 800 тысяч рублей. Отопление приблизительно около 250 тысяч рублей по современным ценам. Итого 1 миллион рублей. Отец Игорь уповает на пожертвования. С Божьей помощью найдутся небезразличные, уверен священник. Спасибо. Спасибо.